Доктор Джозефа Клейнермана Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, Мариночка. Здравствуйте, уважаемые телезрители. И сегодня мы начнем передачу с очень необычного, но очень известного гостя, главного координатора агентства Welcome Care, Зины Бубис. Здравствуйте, Зина. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, дорогие телезрители. Здравствуйте, Мариночка. Здравствуйте, Зина. Очень рад вас видеть. Спасибо. И я тоже очень рад вас видеть, потому что тема у нас, с одной стороны, очень грустная, с другой стороны, интересная, и с третьей стороны, очень показательная, может быть, для многих, кто смотрит нашу передачу. И я в одним буквально предложением постараюсь выразить историю, которая стоит за сегодняшней нашей передачей, и потом мы сможем обсудить и поговорить все, что нам хочется и все, что мы можем. История начиналась примерно года два назад, когда это, к сожалению, так вышло. Мой пациент, молодой мальчик, которому было тогда 19 лет, заболел злокачественной опухолью и лечился, перенес массу операций. За ним ухаживала бесконечно его мама, которая осталась тоже совершенно одинокая за год до его болезни. И вдруг у мамы выяснилось, что у мамы рак почки, и оказалось, что это одна единственная почка, потому что другую почку ей 25 лет назад удалили в России по неизвестной причине. И выхода не было, пришлось удалить эту единственную почку, мама попала на диализ и всякие осложнения. Короче говоря, в возрасте около 45-46 лет мама умерла и остался совершенно одинокий мальчик, которому сейчас почти 21 год, остался без отца, без матери, без родственников, без никого. И ко всему прочему тяжело больной. И на его счастье в истории этого мальчика и на наше счастье появилась Зина, которая посвятила ему все последнее время своей жизни, чтобы собрать людей, единомышленников, прорваться в души тех, кто хотят помогать и кто может помогать вот такому несчастному мальчику. И это я бы сказал, что у Зины очень удачно получилось, но дорога к этому совершенно нелегкая. Она попала в различные газеты, журналы, радиопередачи, чтобы рассказать о вот такой несчастной судьбе. И попросить, и мы в какой-то мере тоже сегодня попросим, но попросить всех, кто может и кто чувствует и имеет сострадание вот к такой несчастной судьбе, помочь этому мальчику хотя бы закончить школу, попасть в калыч и даже, что звучит очень парадоксально, помочь ему жить и оплачивать его счета за жизнь. Вот такая история очень печальная и грустная, но тем не менее счастье есть в жизни каждого несчастья. Для этого мальчика появилась Зина, которая подняла всех на ноги, и я и хотел расспросить Зина, как это все проходило, почему вы это делаете, какой вам интерес от этого, или это просто человеческая жалость и желание помочь ближнему? Это, конечно, желание помочь ближнему, потому что жалость – это не совсем то чувство, которое я считаю, и должно нам присутствовать, оно не помогает. Хотела бы немножко рассказать об этой истории, если можно. Его мама приехала сюда много лет назад с города Одесса, работала у нас в офисе, я работаю в офисе Welcome Care, и хочу сказать, доктор, это не только я, это мы все, каждый из нас, кто знал ее и даже кто не знал, мы все этим помогаем Майклу. Мальчика, ее сын зовут Майкл, и фамилия его Меркада. Она сюда приехала много лет назад, так случилось, что она осталась одна, ни родителей, никого уже не было. Отец его был порториканец, которого не стало два года назад, Майклу всего тогда было 19 лет. В 19 лет он остался без отца, с очень малыми возможностями к существованию, тогда никто еще не знал его болезни, и через полгода, как вот доктор сказал, поставили такой страшный диагноз. Диагноз был настолько страшный, метастазы пошли и в голову, и в легкие, и в желудок, и он перенес очень много операций, и химию, и всякие другие лечения, и через полгода после этого диагноза у его мамы обнаружили рак, вот как доктор только что сказал. И вот через три дня будет год, как его мамы не стало. И вот в течение этого года, вернее, полутора лет, он борется как может, он борется с болезнью, он борется с тем, что ему приходится все делать одному. Ему приходится решать вопрос о том, идти к врачу или не идти к врачу, вопрос о том, что приготовит себе на завтрак или на ужин, и имеет ли он эту еду в холодильнике, чтобы ее приготовить. И вот его мама Ира, когда она с нами работала, все, что было в ее жизни, единственное, что было в ее жизни, это ее сын Майкл. И вот она каждый день подходила к нам, ко мне, ко всем, и говорила, скажите мне, Майкл будет окей? И мы ей всегда говорили, конечно, будет. И вот такой больной молодой человек, мальчик еще, в 20 лет, то есть год назад, не в полные 20 лет, вот такой больной, ему пришлось принимать, наверное, одно из самых тяжелых решений в жизни. Ему пришлось дать согласие на отключение его матери от спортсистем, от системы, которая поддерживала ее жизнь, потому что она была в коме. И это решение он тоже принимал практически один. Я сейчас говорю только о моральной стороне его жизни. Я даже не касаюсь того, что нам всем нужно жить, нам всем нужно как-то существовать и добиваться чего-то. И он это делает. А сейчас, если вы позволите, я хочу сказать, что я обращалась во все организации, политические, политическим деятелям, еврейским организациям, везде, где только можно, для того, чтобы ему как-то помочь. И очень многие откликнулись. И я хочу воспользоваться такой возможностью, всем, всем, всем сказать огромное спасибо. Это начинает организация Медканцл, ее директор бруклинского офиса Натан, который сделал очень много для того, чтобы ему помогли. И каждому, кто прислал чек на любую сумму, на любую, у меня очень много историй, я бы хотела какими-то с ними поделиться. Но прежде всего я хочу сказать, что сейчас организация Welcome Care открыла фонд в помощь Майклу. И мы его так и назвали, Help for Michael. И любая помощь, любая донейшн, которой люди могут ему помочь, мы очень благодарны, и он очень благодарен. Я сейчас хочу сказать несколько слов от его имени, несмотря на то, что он не говорит по-русски. И единственное слово, которое он знает, это слово любимый, так его мама его называла всегда. И он выражает свою благодарность через меня, всем, всем, кто ему помогает. Тем, кто привозит ему еду, тем, кто присылает ему чеки, тем, кто звонит и спрашивает, как дела, Майкл? И я пользуюсь этой возможностью. Огромное вам всем спасибо. И хочу, наверное, начать с того, что статья об этом была напечатана в такой газете, как New York Times. Обычно в New York Times печатаются истории, которые считаются, вот, история напечатанная в New York Times. Эта история не о 20 самых нуждающихся людях Нью-Йорка. И он попал в эту историю, опять-таки, благодаря Мэтт-канцлу, к которому я обратилась сначала, и они вот дали эту информацию. И репортер, который пришел брать у него интервью с New York Times, он не мог зажать слез, когда он интервьюировал. Я присутствовала, при этом могу сказать. И у Майкла есть еще большая собака. Единственный его дружок, единственное живое существо, которое с ним живет. И это его жизнь. И вот в один из моментов, когда Майкл находился в больнице, и его мама Ира еще была жива, и находилась в другой больнице, и собаку некому было вывезти. Собака была одна. И вот один из наших сотрудников Позит, она приезжала со Стриттан-Айлендера рано утром для того, чтобы вывезти его собаку. А Майкл хотел уйти скорее из госпиталя, потому что ждала дома собак. И эта история не может не затронуть сердца людей, говорящих на любом языке. Мы когда вышли с его квартиры, репортер газеты «Нью-Йорк Таймс» не мог сдержать слез, как я говорила. Если вы разрешите, я хочу показать вам фотографию мальчику, которому... Это мальчик. Этому мальчику здесь 19 лет. Я после этого обратилась, после газеты, статьи в газете «Нью-Йорк Таймс», я обратилась во все русские газеты. Я очень хотела, чтобы наша община узнала об этой истории и помогла ему, потому что я верю, что добро есть, независимо от того, где и в какой стране мы живем. Я верю, что помогают людям в бывшем Советском Союзе, как я всегда говорю, что нас учили уступать место в автобусе. И здесь, когда человек упал, к нему нельзя подойти. К нему можно подойти, и я к нему подойду и помогу. И вот таких людей оказалось очень много. Я еще раз хочу обратиться ко всем. Пожалуйста, помогите ему жить, потому что ваша помощь – это то, что помогает ему жить. – Зина, я не могу не выразить восхищения вообще вами и всем вашим агентствам, потому что я знаю, и свидетель всей этой трагедии, действительно, совершенно бескорыстно и безвозмездно. Огромное количество времени и финансов, я об этом не говорю, перешло к этому мальчику, чтобы он мог существовать. И я понимаю, что это было очень тяжело сделать эмоционально. И особенно зная психологию вообще нашего человека, если можно так сказать, психологию иммигранта и русских людей, которые вообще не привыкли давать донейшн. Очень мало это у них, не в крови им кажется, что это все присваивается теми людьми, кто просит, чтобы кому-то помогали и кого-то спонсировали. То есть этот барьер тоже было, я думаю, вам нелегко перейти, но есть различные легальные инстанции, которые подтверждают то, что это все не идет вам или куда-то в другое место, что это идет именно на вот этого мальчика. Были ли у вас вообще трудности с этим моментом? Не получили ли вы каких-то упреков, что это все... Давайте ответ на этот вопрос мы услышим после перерыва. Я просто... Зин специально молчала, дала возможность вам сказать. Спасибо. Уважаемые телезрители, продолжается наша грустная сегодня, доктор, передача, да? Грустная, но очень приятная. Приятная в том плане, что мы видим, что есть люди, которые готовы собой пожертвовать ради счастья благополучия несчастных людей, которым жизнь была не такая благосклонна, как к нам, к нашим детям. И с нами опять-таки хочу указать на присутствие Зины, которая сделала все это таким большим событием, которое вызывает только уважение, восхищение и благодарность за ее присутствие в жизни. Мы Зину не могли никак уговорить. Три месяца я лично ее уговаривала прийти к нам на передачу об этом рассказать. Она в этом видела другую сторону, она не хотела, чтобы это было, ну, не то что шумихой, да? Я просто не хотела... Не так поняли. Не так поняли. И поэтому я хочу продолжить то, что я сказала, что вот была намечатана в январе месяце статья про него в Нью-Йорк Таймс, после этого обратилась во все русские издания. И вот, я считаю, очень просто замечательный журналист Владимир Черноморский из газеты «Репортер» откликнулся и написал изумительную в моем понятии статью, которая дала, ну, очень большой результат. И хочу рассказать, что пришел по адресу, указанному в газете, один очень немолодой человек, который держал деньги просто в руках. И когда я ему сказала, вы проходите, присаживайтесь, как вас зовут, потому что хочу вот там записать, сказать спасибо, он мне отдал деньги и сказал, мне ничего не надо, это для Миши. И вы знаете, эта история, у меня их много, но это, которое я не могу забыть, не могу сказать ему спасибо больше, чем я сказала, потому что я не знаю, кто он. Но если он сейчас смотрит эту передачу, спасибо вам большое. И после этого была еще передача на радио с Борис Талес, которому тоже дал мне такую возможность рассказать о Майкл, о его истории, и повторить, что вот есть такой фонд, который открыл адвокат, это официально все сделано, я почему это говорю, не как для рекламы, а именно потому что, вот как доктор сказал, это все до последней копейки, и еще плюс идет для Майкла. И была эта передача на радио, и после этого вышла статья в газете, которая называется «Одесса на Гудзоне». Это для меня родное слово, я, как и мама Майкла, с города-героя Одессы, и это для меня очень любимый родной город. Но Майкл, рожденный здесь, об этом ничего не знает, и он только знает одно, что вот эти те люди, которые приходят и ему помогают, это люди, как-то и какое-то имевшее отношение к его маме. Может быть, не зная ее, может быть, просто говоря с ней на одном языке, может быть, просто те люди, которые хотят помочь. И я говорила о том, что его отец был портуриканец, и я пыталась сделать то же самое в испанноязычной комьюнити, я писала и обращалась, просто мне не настолько это знакомо. К сожалению, респанда никакого не было. Поэтому я думаю, что все-таки у нас есть доброта в сердце, у нас есть желание помочь, и это желание помочь помогает и дает людям возможность прислать те чеки, те пожертвования, на которые Майкл сегодня живет. Ну, вот, может быть, вопрос, плохой, но люди какое количество денег могут послать? Вот как вы считаете? Любое. Я получала чеки и на 10 долларов, за что я очень благодарна. Все чеки проходят через этот фонд, проходят через меня, персоналы, и от 10 долларов до 5 тысяч тоже были пожертвования. Один из людей, который я знаю о персонале очень много лет, прочитав эту статью, пришел и принес чек на 2 тысячи долларов и сказал, это же ничего, ему же нужно каждый день помогать. Идея, почему я сегодня еще согласилась к вам прийти, потому что не хочу, чтобы это была другая история, потому что ему нужна помощь еще. Вот я вчера получила звонок от женщины, которая в прошлом месяце, послушав передачу по радио, прислала donation. Она позвонила и спросила, она уже прошел месяц, я могу прислать еще чек. Вы понимаете, что такие истории это очень, очень, ну, касается, идут от сердца. Это вот недаром называется, что возлюбим, одна из статей, которая здесь написана возлюбим ближнего, или история от сердца. А так оно и есть. Зина, а вам, вам самой от этого всего факта, то, что вы делаете, вам самой на душе хорошо или тяжело или неудобно? Есть у вас такие вот ваши эмоции? У меня, мне хорошо и мне очень тяжело. Я вот на Мазерс Дэй ему позвонила, мне это было очень тяжело. Но когда он мне сказал Happy Mother's Day, мне от этого стало очень хорошо. Если я знаю, что у него и есть сегодня, что покушать и чем, там, я не знаю, купить еду для его собаки, которая единственная его френд, нет, это вы тоже очень хорошо. Вы с ним каждый день общаетесь? Нет, не каждый день, к сожалению, потому что он сейчас занимается в школе, да даже не школа, это как калыч, который учит профессию, он хочет быть механиком, это его дрим, и мы, вот доктор знает об этом больше, надеемся, что ему это удастся по состоянию здоровья, и поэтому он очень и очень устает, ему это очень тяжело, и плюсы все остальное, поэтому он общается тогда, когда он на это имеет все. Но он учится. Да, он учится. Как тяжело этому мальчику, это трудно передать, но счастье, что есть такие люди, как Зина, я надеюсь, что таких прецедентов не должно бы быть в нашей жизни, но если суждено, то мы все должны быть готовы к тому, что наша помощь, даже маленькая, любая помощь, очень важна для тех людей, кому она нужна. И, Зина, вам огромное спасибо, что вы есть и появились, и что вы эту миссию несете очень красиво и достойно, и с полной отдачей. Спасибо вам, доктор. Хочу еще раз сказать, это не только я, это мы все. Почему я, наверное, вот тут, а не кто-либо другой? Ну, наверное, потому что, когда его мама должна была уйти последний день работы на эту операцию, она подошла ко мне, объяв меня, она сказала, если со мной что-то случится, ты Майкла не оставишь? Я сказала, ну, с тобой ничего не случится, о чем речь? То есть, все будет хорошо. Но мы никто его не оставляем. Не беру это на себя, ни в коем случае. Это каждый из нас вносит ту часть и ту лепту, которую он может. Из вас, из кого? А я говорю, агентство Welcome Care, где работала его мама очень недолгое время, которое мы ее очень все полюбили, и каждый из нас очень Care помогает, переживает, знает и помнит. Нету дня, нету минуты, чтобы кто-то что-то не сказал или не сделал. То есть, вот если Майкл, например, позвонил, сказал, что у него не работает газовая плита, то один из наших хозяев Саймон сказал, девочки, вы узнаете, а я заплачу. Мы узнали, он заплатил, завтра у него была новая газовая плита. Это не с каких донейшн, это не с какой помощи, это просто. Поэтому это мы все абсолютно делаем. А можно тогда, раз такие хорошие люди работают в вашей организации, чуть-чуть напомнить, чем она занимается вообще? Вы знаете, наверное, тем же самым, о чем я сейчас говорю, потому что мы помогаем людям, мы приносим им доброту, мы приносим им возможность жить так, как они находят нужным, облегчаем им жизнь. То, что мы делаем, у нас агентство, которое имеет home attendant, и мы оказываем помощь людям на дому. Это не обязательно пожилые люди, это не обязательно больные люди, это обязательно те люди, которым эта помощь в этот момент нужна. И вот это то, что мы делаем. И хочу сказать, что это не обязательно должны быть люди, у которых есть Medicaid, вовсе не обязательно. Это только те люди, которым это нужно. Это может быть правит, это может быть частным путем, это может быть другой иншуринс. Вариантов очень много. Самое главное, чтобы люди знали, что если им нужно помочь, мы найдем эту возможность и это сделаем. Отправим правильного человека к правильному клиенту. И тогда это получится пазл, и тогда это будет работать. Вот маленькое, видите, перехватило горло, маленькое добавление к тому, что рассказывает Зина. Зина, после нашей передачи, когда вы рассказывали конкретно о своей фирме, о компании Welcome Care, я одной женщине, которая ко мне подошла на какой-то из встреч в Бруклине, она говорит, я потеряла работу, у меня ничего не клеится, у меня грин-карта, что делать? Первая у меня возникла, Зина Бубис, сейчас я ей позвоню. Позвонила Зине, Зина сказала, пусть она ко мне придет. Эта женщина пришла, услышала там какие-то предложения, она говорит, я подумаю, и в это время, и пошла домой. А в разговоре эта женщина сказала, что она, допустим, портниха, назовем это так. И Зина два дня спустя увидела где-то объявление, что требуется портниха, нашла ее телефон, позвонила, и эта женщина благополучно теперь работает портнихой. Вот вам мелкий пример. Мы говорим welcome care, думаем Зина Бубис. Мы говорим Зина Бубис, думаем welcome care. Ну действительно, доктор, если говорить о работе, и говорить немножко серьезно о работе, то это то, что мы, вот я уже повторяюсь, наверное, то, что мы делаем. Вы знаете, как тяжело найти человека, который будет обучен, который будет знать, что он должен делать, который будет помогать этому пожилому клиенту или нуждающемуся ему клиенту дома. Зина, я знаю, что тяжело найти человека такого, как вы. И Майклу в этом повезло, и welcome care тоже. Спасибо. И вам огромное спасибо, Зина, и за историю, и за вашу помощь. И я думаю, что будет отклик от наших великодушных слушателей, телезрителей, вообще друзей, людей, и этот мальчик не останется один. Я в этом уверена, и я говорю, не знаю медицинских прогнозов, но очень надеюсь на то, что он сумеет все-таки побороть эту болезнь, сумеет жить. И его мечта – это быть кем-то. Вот он хочет быть автомехаником, он хочет найти работу, он хочет быть самостоятельным. Он об этом говорит все время. Он говорит, вот там через три месяца я закончу, и я вот смогу, мне не нужна будет помощь, я смогу что-то делать сам. Я ему от всей души желаю, чтобы помощь больше была не нужна, чтобы он мог это делать сам. Спасибо, Зина, спасибо, доктор. Спасибо. Наша программа подошла к концу. Мы наплакались изрядно, но это все для хорошего, я надеюсь. Если агент кто-то может и хочет, пожалуйста, это «Help for Michael». Каждый цент, который вы туда отправите, позвонив к нам или прислав чек, пойдет только к Michael, и никакую другую организацию, никакие другие направления. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова